какой-то был значит опять что ли какой-то был интернет сбой ну я продолжу тогда отвечать на вопросы пока надеюсь по подключаются какой-то был интернет так я из потерял де отвечал так 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 церкви должно быть а вот нашел но надеюсь так пожалуйста не так я так понял что появилась картинка так давайте я начну отвечать слава богу так помолитесь не успею так не успеваемая чаши неупиваемой чаши и сломай себе потребность алкоголизма да все правильно дальше так слушай и не молись и кони в ад попадешь за нога божия некоторым виднее куда кто попадет рассуждаем окажется за бога ну как-то определиться с богом ты или не с так 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 дальше так добрый вечер вас кто так так или от андрея спасти господи так евангелие от андрея да сейчас очень много скажем так псевдо евангелий которые находят или сами пишут поэтому надо аккуратно к ним относиться так так но это я не буду читать так храме сказали про крест что такие вещи надо осветить и хранить дома я сделал положил у иконе у меня такой же крест украли вода давным-давно и так восемнадцатого года замечательно что есть так почему и никто не поможет помолить за меня подкрепи господи вас а почему почему не отвечает но я еще не до всех вопросов дохожу поэтому мог еще не ответить мне интересно вам помогли я многие знаю которые молятся и господь управлять им помогает так секунду а еще раз вот так я думаю сейчас мы стабилизируем так от свекрови осталась овально-тельно-католическая старенькая икона можно ли ее отнести в костер или в церковь ну я думаю в костер можно как бы церкви низи как бы сомневаюсь что будет сильно использовать а думаю в костюле будет приемлемый молись сам или сама перед тем как рука за рюмку потянется ну согласен но понимаете мы молимся друг за друга почему потому что мы церковь а господь говорит где двое или трое во имя мое ты я там и я посреди них поэтому молиться конечно нужно друг о друге и в храме и частной своей молитве потому что порой человек сам один не может справиться на то и господь установил и скинию через моисея и священников первосвященников вот и в том числе мы за друг друга молимся вот ну вот как-то у меня вопросы ваши и закончились так сейчас я посмотрю это что то 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 все да вроде так но друзья мои дорогие если есть еще вопросы пожалуйста пишите потому что из-за этого сбоя много многих сожалению вышли из эфира к сожалению поэтому у меня вопросы ваши закончились их больше нету так я сделаю пока так трансляция продублировать что-то что-то у нас с интернетом так здравствуйте здравствуйте так сейчас в эфире выходят матушки онлайн это очень хорошо мне это нравится да я очень рад тоже за проект батюшка онлайн частности батюшки матушки онлайн хороший проект дай бог ему здоровья и процветания многие там священники тоже отвечают на вопросы верующих людей это очень отрадно так 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 спасибо за ответы эфире него подвис пришлось перезайти к вам слава богу что у вас все получилось друзья мои но пока вы пишете следующие вопросы у меня к вам просьба будет у нас когда вы в чате заходите частности на наш чат трансляции или как минимум группы то вы можете пригласить своих друзей под картинкой там есть пригласить друзей выделить всех и пригласить почему я прошу вас и призываю к этому потому что мы должны друг друга тяготы носить и сегодня кому-то не нужен ответ священника мой или другого батюшки у нас многие другие будут батюшки присоединятся к трансляциям сейчас у нас интересная такая еще веточка появляется духовно каким образом мы будем вести наш проект вот и я думаю вам это понравится поэтому мне очень хотелось бы чтобы приглашали в частности в или вконтакте в фейсбуке в инстаграме есть все ссылки на наш проект своих близких родных я искренне буду рад этому если мы с вами вместе потрудимся хотя бы для одной души так добрый вечер дальше продолжим меня сегодня случайно похоронили но вы раз вы пишете случайно вы удачно вы жили точнее сказали что я умер ее быть сможет свечу за здравие поставить вот но по ошибке знать но я примерно понял о чем вы говорите я вам расскажу один случай значит где я служу достаточно известный человек у нас в станице болел но на самом деле он как бы поехал за границу под лечиться и сказали что он умер как бы не помогло ничего не и вот уже а он еще продолжал наверно месяц находиться за рубежом лечиться и вот он приезжает мы естественно заходит там гипермаркет основной наш и все же ходят оборачиваются видят его и как это так ты же умер мы уже все молимся о твоем упокоении ну на самом деле этого бояться не нужно у бога все живы это ключевой момент почему мы молимся в том числе о усопших потому что для него все живы и если сказать что умер ну значит есть смысл задуматься о жизни вечной помолиться покаяться причаститься ну и можно конечно и за здравие свечку поставить я желаю вам искренне артур много лета здравия душевно телесно так же как и вам все мои дорогие друзья так у нас храм престой богородицы знамения я очень рад за вас у меня интересная история тоже с образом божьей матери знамения как справиться со своей мнительностью ну девушкам конечно тяжелее справиться с этим моментом потому что вы более эмоциональный более очень чутко воспринимаете все или иные вещи поэтому конечно тут один только выход знаете как святейцы говорят трудитесь а успех положите на господа поэтому если что-то вам пришло не сразу в эмоциальный порыв не вступать все-таки господи но все воля твоя я принимаю как есть но тружусь полагаю успех на тебя вы знаете я на раньше это и сейчас в том числе как мне воспитали с детством я всегда говорил банальный пример пусть мальчишка я был да господи я хочу велосипед вот как у соседа я ему не завидую но мне тоже хотелось велосипед но не как вот тут ключевой момент но не как я хочу а как на то святая воля твоя если господу будет угодно значит господь подкрепит моих родителей чтобы они мне купили велосипед дальше молюсь дома но и храм не забывай молодец посещать и в группе верхний тагила можете посмотреть там есть фото нашего храма спасибо господи можете мне принципе ссылочку или приглашение в группу с скинуть я с радостью посмотрю у меня к вам вопрос правильно ли наш храм поступать хочу осветить крестик а не дань просят за это но скажем так это не дань это определенная ваша благодарность это пожертвование на содержание храма или его скажем так нужд потому что у храма есть какие-то как свои внутренние потребности там коммуналка платят зарплата людям есть какие-то у храма направления допустим социально когда он содержит какую-то ту или не семью помогает как материально продуктами еще чем-то допустим это ну что это огромное количество православная церковь сегодня тем паче сегодня ведет огромную деятельность по направлениям это взаимодействие с казачеством и ну как бы не в пахалу будет сказано допустим я кормляю духовно и на бывший детский дом сегодня он революционный центр и стар дом и многие многие другие направления где порой я вижу что нужно помочь не только духовно и материально я естественно какие-то средства беру храмовый и помогает тому или иному человеку как социальная помощь так поэтому это ваше пожертвование так сейчас сейчас так так но не более 500 рублей же это наглежь ну я вам скажу так на пятики не осуждая никого вы можете прийти в храм я думаю ни один нормальный батюшка вам ваших плохих не бывает надеюсь по крайней мере это не откажет вам в даже безвозмездном освящении я опять-таки говорю за себя я достаточно часто крещу безвозмездного слава божию и венчал и отпевал почему потому что люди подходят нам дан язык общаться они обижаться подходят и говорит батюшка вот у меня такая тяжелая ситуация будьте добра свете там покрестите моих деточек пожалуйста крещу без всяких разговоров естественно мы беседы перед крещением проводим огласительные все как положено вот и совершает придите скажите батюшка но осветите мне крестик вот он мне я могу пожертвовать там 100 рублей 50 рублей или вообще не могу ничего пожертвовать будьте добры да пожалуйста я не думаю что кто-то вам откажет но но это нужно со священником общаться потому что в церковной лавке они выполнять свое послушание и как-то на них обижаться что так или не так когда на те же самые свечки мы самих не не производим а также закупаем когда те же самые иконочки нам их никто не дарит мы закупаем их на за что-то нужно приобрести то есть ну тут очень скажешь к сожалению краеигольный камень когда-то вообще этого всего не было почему потому что десятина было каждый верующий человек жертвовал десятую часть от своих доходов никто не не за таинство какой-то пожертвовал брал не за секундочку дело в том что я с мобильного интернета и мне тут очень много звонков пробивается и поэтому может происходить небольшой технический сбой твои господи поймем так сейчас секундочку я а вот нашел в храме нет дани это не секта это пожертвование вы даете храму ну принципе все правильно так 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 мне нравится как говорите о доме престарелых стардом мне нравится ну вообще есть и правильно сказать это сейчас социальный комплекс для пожилых и инвалидов он называется ну да сожалению раньше и стардом это сокращенно как деддом стардом по сути смысл то сильно не меняется как это есть такси то лавка то время не было батюшки рядом он не слышал но это лично батюшки нужно обращаться поэтому ведь батюшки надо будет освещать читать эту молитву поэтому можно с ним и пообщаться пообщаться сегодня в храме секундочку ушло освещение было крестиков это было все бесплатно вполне возможно вот ну пишите еще несколько вопросов сколько у нас 45 минут уже эфир идет я искренне рад что хоть как-то вам полезен так сегодня это в читал народ наш на поклон делу ведете в дмитрий поясните в каком плане ведется или я виду не совсем понял так спасибо вам батюшка за просвещение дай бог вам здорово спасибо господи вас тоже так удачи вам я пошел спать ангела ко сну так вернет господь благодарствую так кто-то еще пишет ну вообще на самом деле очень много вопросов задают к сожалению у нас вот технический такой сбой произошел что многие отключились от эфира но я надеюсь в следующий раз как-то решу этот вопрос чтобы не было этих технических сбоев ну думаю будет все у нас слава богу кто-то пишет я все-таки отвечу еще на вопрос кто пишет еще раз вас прошу искренне поделитесь группой пригласите своих родных я надеюсь что хоть одному человеку тот или иной священник даст добрый ответ для спасения его души расскажите пожалуйста друзьям о нашем проекте поделитесь ссылкой кстати скоро у нас будет наверно скорее всего даже на этой неделе такая стереотрансляция в которой мы будем уже два священника одновременно общаться с вами но это будет ссылка на инстаграм на платформе инстаграма с вами будем общаться поэтому проанонсируем и расскажем что вы заранее могли подсоединиться так а почему десятина сейчас не берется все бачки они уже не говорят и второй вопрос давайте первый вопрос поскольку сейчас вот такая к сожалению специфика ценовая появилась поэтому и десятины нету если сейчас сказать так батюшкам давайте десятины нанесите свои доходы десятую часть от своих доходов но я думаю это больше бунтов поднимется в душах и головах людей нежели они одну свечку взяли и больше их ни к чему не призывают и не упрашивают и не просят совокупе поэтому я думаю десятина это гораздо больше нежели одна или три свечки так и второй вопрос почему мы в течение дня часто крестимся и вечером я обхожу дом и и крестную знамением а нечистая сила не уходит да я думаю уходит другое дело тут есть специфика понимаете я сталкивался с такими случаями что нужно обязательно освещать и ты очень по себе чувствуешь я думаю многие священники чувствуют когда освещают плохо неплохо как бы по внутренним состоянием в том числе и физическому поэтому может пора уже осветить жилье как у вас погода у нас минус 4 но снега нету зима такая в этом году интересная так здоровьем больше спасибо господи спасибо вышка за ответ его слава боже так друзья мои ну что будем тогда закругляться я искренне был рад с вами пообщаться также я буду как обычно вот так наверное сделаем системой отец сергий вот что у нас вчера 8 выходил сегодня по моему в 15 часов я буду выходить по воскресенье 8 часов а сейчас я в 9 часов буду выходить трансляции со своей личной страницы уже в контакте будьте следующими трансляция можете также если кто-то не задал какие-то вопросов задать их в трансляции сейчас в вк на моей личной странице подписывайтесь делитесь храни вас господь и божие благословения на предстоящую седмицу аминь с вами был священник константин мальцев проект байшка лав байшка любовь храни вас господь